Когда-то американский ученый Теодор фон Карман сказал «Когда я предстану перед Создателем, первое, о чем его попрошу, будет раскрытие тайн турбулентности». И действительно, явление, которое изучают больше века, загадка до сих пор. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются. Помочь разобраться, в чем же ее феномен, нам пообещали на факультете аэромеханики и летательной техники МФТИ в Подмосковном Жуковском. Доктор технических наук Виктор Вышинский схематично рисует турбулентность. Итак, это сгустки вихрей разных размеров и разной силы. Они находятся в постоянном движении. Большие вихри переходят в малые, сталкиваются, а из мелких могут возникать крупные. «Источником турбулентности является, в принципе, вся неравномерность того, что происходит. То есть, вообще говоря, атмосфера Земли вращается вместе с Землей, то есть завихренность уже есть». Турбулентные вихри, подобно водоворотам, образуются между воздушными массами, которые двигаются то медленно, то быстро. Обычную, так называемую мелкомасштабную турбулентность авиапассажир и не заметит. А вот турбулентность средней тяжести нам хорошо известна как болтанка и тряска. «Вот видно, как летчик видел бы. То есть, вроде как, воздействий никаких нет, а тем не менее, самолет немножко ходит из стороны в сторону. Пытаемся зайти на посадку. Скорости становятся сравнительно маленькие. И вот нас начинает водить, появляются, летчик должен очень активно, вот мы пытаемся, проходим, проходим, проходим. Опа, вот свалились в последний момент перед посадкой в нисходящий порыв». Несмотря на то, что это явление непредсказуемо, ученые шутят, что момент попадания самолета в зону турбулентности предугадать все-таки можно. «Как только вам на борту начинают разносить обед, особенно если разносят чай или кофе, в этот момент вы практически неизбежно встречаетесь с зоной турбулентности». Но турбулентность – дело серьезное. И хотя, по словам специалистов, очень больших амплитуд колебаний на самолетах не бывает, но неприятные последствия быть могут. «Есть несколько частот критических для человека, колебания на которых вызывают резонанс каких-то внутренних органов и вызывают очень неприятные, так сказать, физиологические ощущения, вплоть, может быть, даже до асфикции, до повышения резкого давления или даже до остановки сердца». Тех из вас, кто уже сейчас подумывает о том, чтобы сдать авиабилет и поехать на поезде, ученые утешают. «Самолет проектируется, просто конструкция крыла вообще говоря проектируется таким образом, чтобы самолет выдержал порывы такой интенсивности, которая встречается с чрезвычайно малой вероятностью. То есть, может быть, один раз за время эксплуатации тысячи самолетов один такой порыв встретится». Вокруг любых зданий при определенном ветре возникают вихри. Поэтому так опасна посадка самолетов в городе. Еще одна неприятность для пилотов – аэродром в горной местности. «Горы – это страшная вещь. Значит, за горами, естественно, тоже возникают вихревые структуры, нисходящие потоки. При определенных ветрах, значит, вот вихревые структуры, вот эта турбулентность может пересекать путь самолетов, то есть глиссаду посадочную или взлетные траектории. И вот это наиболее опасно». Здесь же Виктор Вышинский говорит, что к естественной турбулентности добавляется искусственное. Речь идет о так называемом «спутном следе» – вихревых следах, которые остаются за самолетом. Американцы называют их невидимыми убийцами. «Каждый самолет оставляет за собой вихревой след. Это пара вихрей. Если следующий попадает в вихревую структуру, то происходит возмущение траектории, которые… ну, самый распространенный – это заброс по крену самолета. Если нет, не хватает высоты для того, чтобы выровняться, то это чревато столкновением с Землей». Ученые рассказывают, как можно раскрыть невидимых убийц и сделать все тайное явным. «Можно подсветить. То есть освещение может быть сделано в инфракрасном свете с помощью лазера. Инфракрасный лазер расположен на Земле. Приемник может быть расположен на другом самолете, который осуществляет посадку. Но остается добавить трассирующие частицы, частицы, которые будут видны в том свете, в котором происходит подсветка». Итак, с теорией закончили. Переходим к практике. Центральный аэрогидродинамический институт. ЦАГИ – крупнейший в России государственный научный авиационный центр. Пилотажный стенд, который нам сейчас покажут в работе, «Попытка в искусственных условиях изучить турбулентность». Такие эксперименты в мире практически нигде и никогда не проводились. Это эксперименты уникальны. Сейчас пытаемся моделировать посадку в условиях действия турбулентности и с учетом упругих колебаний конструкции. Изучаем поведение пилота, воздействие на эту турбулентность. Дело в том, что математическая модель, заложенная в вычислительный комплекс, позволяет проводить расчеты в реальном времени, то есть полностью имитирует поведение воздушного судна в воздухе. Пилотажный стенд трясет и качает во все стороны, как и самолет в зоне турбулентности. По результатам испытаний разрабатываются системы, облегчающие жизнь летчику. Можете на самолет установить специальную систему управления, которая отклоняет органы управления так, чтобы скомпенсировать, уменьшить действие турбулентности. Она просто создает силы и моменты, обратные силам и моментам от ветра. Победить этот природный феномен нельзя, но сможем ли мы сделать полеты более безопасными? В ЦАГе не загадывают, но предполагают. Эти турбулентные вихри могут быть обнаружены тоже с помощью специальных приборов, в частности лазерных приборов. Если мы на расстоянии нескольких километров сможем этот вихрь обнаружить, то мы этот вихрь сможем как-то от него уклониться. Но и напоследок. Ученые советуют пассажирам не отстегивать ремни во время полета. Известны случаи, когда после столкновения с турбулентностью пассажиры отрывались от кресел и на очень короткое время становились космонавтами, правда, травмированными. Так что пристегивайтесь и подождем новых научных открытий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова